всем привет дорогие друзья из алании привет сегодня 2 апреля на этой неделе я уже не помню мне кажется что это первый мой выход на улицу но нам нужно в магазин и нужно заехать в офис буквально на 5 минут за кое-какими вещами ну а вы присоединяйтесь к нам сейчас прокатимся по городу посмотрим что происходит в общем карантин у нас продолжается машина так долго стояла на стоянке что от дождя от пыли покрылась вообще невероятным слоем грязи и мы приехали на заправку чтобы хотя бы сполоснуть на машину но там очень много народу и поскольку друзья я для вас снимаю и попросила их она протереть хотя бы вот это вот переднее стекло чтобы вам было удобно смотреть чтобы не было грязным лобовое стекло в общем сейчас быстренько протрем и поедем дальше сейчас мы находимся в районе хаджет здесь как раз располагается воскресный рынок по воскресеньям здесь как раз вот на этой вот улице располагается рынок но на рынок мы не ходим а ходим магазин бим шок или какой-то другой сетевой магазин и в этом магазине мы покупаем фрукты и овощи также чтобы все купить в одном месте и как раз у нас кончились бананы некоторые другие овощи фрукты и так кое-что по мелочи хотим прикупить но в этот раз поедем в другой магазин который находится рядом с нашим домом а сейчас мы едем в офис сейчас мы повернули в сторону улицы 25 метров так называемые ну я думаю что всеми всем вам знакомой улице на всеми вами знакомую улицу кто-то просил менять кто-то просил меня снять вот такие вот традиционные дома старые дома друзья старые дома в алании выглядят вот таким вот образом а если говорить о совсем старых традиционных турецких аланийских домах то они конечно же разбросаны по всему городу их уже не так много а если говорить о старой застройки то вот видите в центре старые застройки полно постепенно конечно же старые дома будут сносить и строить новые дома об этом также у меня на канале есть видео если говорить о том что происходит в городе на первый взгляд ничего особенного жизнь идет своим чередом но рестораны конечно же все закрыты только на вынос работают народ в центре есть и ходят по улицам и гуляют и ездят на велосипедном общем вы все видите сами конечно же всем рекомендовано сидеть дома работать из дома и по возможности не выходить на улицу только по необходимости занятия в школах на школьнике на дистанционном обучении до 30 апреля и кстати система очень классно организована министерство образования очень хорошо подготовилась идет обучение дистанционно и создали три телевизионных канала для школьников где учителя преподают также дистанционно всякие разные программы используют как для обучения так и для связи естественно учеников учителей в общем с этим никаких проблем нет сейчас мы едем в сторону пятничного рынка поскольку у нас находится находится на пятничном рынке сейчас мы едем в сторону пятничного рынка и посмотрим что же у нас здесь вот магазин открыт ну конечно же многие магазины закрыты многие кстати открыты вот я смотрю по сторонам магазина открыто но покупателей в этих магазинах естественно сейчас к сожалению к сожалению нет потому что карантин как я уже сказала я сама на улицу не выходила наверное я не помню может быть второй раз за эту неделю я выхожу на улицу и то в магазине а если вот так вот прокатиться на машине по городу то возникает такое ощущение что жизнь идет своим чередом и ничего не останавливаться ничего такого страшного не происходит магазин удобрений привезли какие-то цветы руя кундура что у нас тут работает ахмед уста наверно работает магазины детские одежда открыто на пятничном рынке парковка сейчас здесь рынок только в пятницу ресторана работают на вынос естественно магазины сетевые шок бим мигра с а 101 и так далее все открыты но рынок как вы видите закрыт здесь вот находится наш офис и сейчас зайдем в офис тоже возьмем то что нам необходимо парковки все свободны все свободные никого нет потому что в обычное время здесь мест не бывает вот так вот выглядит наш район как вы видите все рестораны здесь закрыты обычно здесь стоят столики здесь тоже рестораны все закрыты сейчас посмотрим что происходит в нашем чайном в нашей чайной рестораны только на вынос так чайная у нас открыта но естественно чай можно пить только стоя но в общем лавочек стулья столиков стульев здесь нет магазин одежды который в нашем офисном здании тоже вы видите закрыт магазин мыло не знаю открыто ли закрыт но сейчас мы идем в офис да друзья соскучилась я по нашему офису и кстати поделюсь с вами секретом есть вероятность что мы отсюда съедем потому что через месяц мы начинаем новый проект и есть вероятность того что мы отсюда съедем другой офис но пока не знаю вы сами понимаете что сейчас ситуация непонятна в общем никто не знает что будет происходить тогда а вот здесь у меня волшебная полка где стоят все ваши подарки хибины мурманск все что вы мне дарили сейчас покажу еще одну полочку смотрите все куколки здесь стоят поделки все какие-то открытки даже вот такая вот картина есть в общем много-много всяких разных у меня здесь подарков от вас все они стоят все они в надежных руках в общем соскучилась я по офису но как я уже сказала работаю сейчас дома на улицу выхожу раз в неделю раз две недели но мне это не мешает потому что я всегда привыкла работать за компьютером единственное чего сейчас конечно не хватает это поездок потому что месяц уже как ну практически месяц как мы приехали из из мира кстати если вы не смотрели наши видео из из мира обязательно смотрите оставлю вот здесь вот ссылки на них и да сложно потому что мы постоянно куда-то ездим в раз в месяц мы ну два-три раза куда-то точно выезжаем в какие-то другие города и естественно каждую неделю по выходным мы ездим по разным интересным местам алань причем это единственное неудобство и конечно же неудобство в том что за границу не улететь вот мне нужно или мне хочется например сейчас поехать в москву не получается никак не получено это ничего страшного мы подождем и в то время и в это время когда у нас есть время для того чтобы куда-то не ехать мы делаем другие дела в общем чего и вам желаю занимайтесь чем-то интересным ну а сейчас мы с вами выглянем в окошко это у нас пятничный рынок посмотрим что же здесь происходит а здесь не происходит практически ровным счетом ничего естественно все магазины закрыты машины припаркованные кто-то ездит на мопедах но в общем город замер в ожидании сейчас мы выезжаем с пятничного рынка забрали все что необходимо было в офисе забрала я офисное кресло ну в общем все по мелочи прогуляемся с вами да друзья помните в прошлом видео говорил что у нас сейчас не прогулки а проездки на машинах так здесь у нас перри капывают дорогу и нам придется развернуться в другом месте в общем у нас с вами не прогулки а проездки и сейчас поедем с вами на дамлатаж что происходит на боковых улицах на боковых улицах все так же вижу рестораны закрытые какие-то витаминные кафе народ сидит на вы нас только все работает здесь какие-то офисы магазины смотрим что происходит сидят парковщики и все друзья поворачиваем с вами на улицу от татюрка здесь магазина одежда тоже вижу закрыты все сетевые магазины закрыты кое-какие частные магазинчики открыты но открыты те магазины которым не было не пришла бумага о том что они должны закрываться поэтому магазины обуви магазины парфюмерии одежды все они открыты открыт обменник аптеки конечно же тоже открыты но вот магазины например gratis закрыты старбакс кафе все закрыты и вы видите на улицах устроили настоящую парковку то есть машины все пропаркованы на тротуаре очень интересно здесь центр аланья сейчас мы едем по самому центру аланья здесь переделывают дорогу ее немного расширяют я не согласна с таким решением дороги в центре города не просто нужно не расширять их нужно сужать для того чтобы в таких районах туристических как алания было прежде всего в центре города удобно пешеходам а не машинам поэтому здесь нужно оставлять однополосную дорогу и больше делать пешеходную зону но к сожалению почему-то в современном мире имея уже все пройденные ошибки других городов как туристических и не туристических наша мэрия расширяет дорогу в самом центре города что категорически неправильно и неверно в этом я уверена на сто процентов но для того чтобы понимать как должен быть устроен город особенно как должны быть устроены дороги особенно как должны быть устроены дороги в туристических регионах для этого нужно иметь видение для этого нужно общаться с со специалистами и градостроительными как с местными так и с иностранными но в общем мою позицию вы поняли поэтому сейчас мы едем с вами в сторону дам латаша в каждом нашем видео я радую вас море поэтому сейчас несмотря на то что погода у нас пасмурная мы все-таки сходим с вами на берег моря и полюбуемся красотой моря послушаем волны потому что море она конечно же лечит она успокаивает она всегда прекрасно машин сегодня как ни странно много мне кажется люди устали от карантина но ничего не поделать нужно сидеть и приспосабливаться если есть такая возможность не выходить и поскольку все магазин закрыты очень многие конечно же либо до того как запретили выезд точнее выясни запретили а сейчас выезжать из алании и перемещение по турции разрешено только с разрешением от губернатора перемещения на общественном транспорте если вы едете на своей машине у вас также должны быть резкие причины почему вы перемещаетесь из одного города в другой поэтому мы отложили нашу поездку в афьон мы хотели поехать в деревню и переждать карантин в деревне но приняли решение все-таки оставаться в алании потому что в деревне еще прохладно поедем в деревне позже сейчас мы повернем на пляж в сторону пляжи домлаташ и совсем скоро окажемся с вами на берегу моря в алании у нас зелено красиво несмотря на пасмурную погоду поэтому это также поднимает настроение зелень и море это конечно всегда всегда плюс мы на домлаташа и здесь невероятная тишина даже слышен шелест листьев которые я слышу шелест пальм представляете которые шумят на ветру проезжают машины конечно же но посмотрите парковка свободно на парковке нет машин это просто что-то невероятное потому что в обычно я время но я не помню чтобы здесь не было машин найти место для парковки здесь всегда достаточно сложно но стоит полторы машины и мы конечно же тоже нашли место для парковки покажу вам сейчас один из ресторанов здесь надо молоташи конечно же тоже все закрыто все перетянуто лентой и я надеюсь что мы приехали как раз то место где никого нет ахан конечно говорил что здесь будет народ но народу никого нет но все равно друзья как вы видите очень зелено распускаются цветы и сейчас мы с вами спустимся на пляж видите все перекрыто чтобы народ не ходил многочисленные отеля здесь есть небольшой маркет ну и конечно же все пляжные бары все закрыто я вижу уже отсюда море такого необыкновенного цвета кстати мы с вами еще ни разу не приходили именно на этот пляж снимать видео и на пляже никого вот вижу один человек есть посмотрите друзья ни кого нет это конечно же очень печальная картина невероятно печальная картина и помимо того что на пляжах нет никого все пляжные бары закрыты и все лежаки убраны все стулья все убрано даже видите раньше вот эти вот дорожки все убирали песок убирали чтобы люди могли ходить а сейчас никто ничего не убирает все ждут сезон лучших времен ну что друзья давайте прогуляемся с вами по пляжу полюбуемся морем и кстати да чтобы предотвратить ваш вопрос о том почему все сидят дома а вы на пляже карантин все-таки стране первое что я вам хочу сказать я выхожу пустынные места буквально раз в неделю только тогда когда мы едем магазин это первое а второе мы являемся членами ассоциации журналистов у нас есть пресс-карты поэтому выход на улицу нам разрешен и помимо того что у нас есть пресс-карты у нас есть онлайн-газета и печатное издание поэтому как журналисты мы имеем право выходить на улицу и освещать все события но мы даже этого не делаем а как вы видите я выхожу на улицу снимаю для вас что происходит на пляже ни с кем вообще не контактирую ни единого человека я не с единым человеком я сегодня не здоровалась и не разговаривала офис доехали до офиса машину на пляж здесь как вы видите никого нет ну в общем красота просто не мимо нет такое ощущение у прям честном скажу мурашки по коже бегут от вот этой вот невероятной красоты его там вот далее айхан он снимает фотки и делать прямой эфир на наши группы в фейсбуке поэтому туда тоже заходите кто спрашивал про классный пляж смотрите дам латаш шикарный песчаный пляж помимо того что с той стороны у горы вход достаточно пологий а с этой стороны посмотрите какая красота просто невероятно это фантастика в общем не буду болтать давайте насладимся морем а Продолжение следует... 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 с той стороны здесь его не видно но он находится внизу и вы видите здесь надпись я люблю айла в алане и мы приехали в магазин шок несмотря на то что мы живем рядом сюда ехать неудобно и мы приехали сюда всего второй раз мы в магазине в магазине никого нет но все продукты есть поэтому проблем со снабжением никаких все фрукты и овощи запакованы вот в такие вот пакеты то есть чтобы никто не выбирал не трогал и еще конечно же мы купили мороженого я так по нему соскучилась ну а так в магазине все есть ну что друзья вот такая вот прогулка проездка у нас с вами получилась в шоке я не стала с ним потому что вы знаете что там продается на сегодня мы с вами прощаемся желаем вам всего хорошего всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...